Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы продолжаем разговор об автоматизированном заключении спектр, которое должно помогать специалистам, медицинским психологам прежде всего, а также психофизиологам в составлении четкого, понятного, ясного, стандартизированного, алгоритмизированного заключения по проведению экспериментально-психологических исследований ЭПИ или же по ПФО, психофизиологическим обследованиям. В прошлом видео мы закончили на методиках, которые применяются в тех или других обстоятельствах. Обратите внимание, здесь есть раздел психофизиология. В прошлом видео я как-то пропустил этот момент. То есть тут можно выбрать и отметить галочками те методики, которые проводились в отношении испытуемого или обследуемого. Соответственно, простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект и так далее. Но одним словом, полный спектр всех возможных к применению методик, как патопсихологических, так и количественных. И давайте перейдем к следующему разделу, к блоку номер 3. Вот здесь мы с вами находимся в блоке номер 2, в разделе «Использованные качественные, количественно стандартизированные методики». И перейдем к блоку номер 3. Следующее, вот это, собственно, видео. Соответственно, о чем мы сегодня с вами поговорим. Очень важный момент. Значит, человек проводит обследование, специалист проводит обследование. И, соответственно, ему надо каким-то образом быстро формализовать те результаты, которые он получает по ЭПИ. И вот, собственно, здесь это можно сделать. Объективные результаты блок называется. По качественным, патопсихологическим и количественным стандартизированным критериям методикам. Ну, давайте начнем. Если мы проводим таблицы Шульте, ну, стандартники присутствуют, соответственно, мы ставим галочку и, соответственно, можем что-то написать по этому поводу. То есть, человек провел таблицы Шульте и, может быть, написать что-то в этом роде. Концентрация, к примеру, да, концентрация активного внимания в норме или какую-то другую характеристику. Кроме того, если он дополняет исследование активного внимания какими-то другими методиками, и их не так и много, счет по Крепелену или, допустим, счет, он, соответственно, здесь также может внести какие-то данные, какую-то информацию. Кроме того, значит, мои специалисты, мои подчиненные используют счет по Крепелену, потом только в заключении меняют. Счет по Крепелену заменяют, допустим, на пробу Бурдона. Или у нас есть счет по Крепелену, значит, проба Бурдона. И еще они что-то там используют, какую-то методику. Вот не помню, дай бог памяти. Ну, не важно. Одним словом, можно, допустим, счет по Крепелену заменить пробой Бурдона. Ну, часто они это так делают. Я наблюдаю за своими сотрудницами и вижу, что они там пишут, что они используют. Соответственно, здесь мы описываем особенности концентрации активного внимания, его переключаемость, торпидность, инертность этого самого активного внимания, замедленность действий, норма, ненорма и так далее. Далее, переходим к пиктограммам. Соответственно, ставим галочку, становятся активные окна. Стандартный набор 16 слов и словосочетаний. Мы, соответственно, можем выбрать, какой из пяти вариантов, а всего существует их пять. Вот основной, самый первый, да, и приводится, значит, сразу же приводится веселый праздник, тяжелая работа, болезнь, счастье, развитие, вкусный ужин, печаль, любовь, разлука, обман, победа, подвиг, вражда, справедливость, сомнение, дружба. Можем выбрать другой вариант. Соответственно, другой стимульный материал предъявлялся. Третий вариант. Четвертый вариант. Пятый вариант. Одним словом, специалист выбирает какой-то вариант, который он проводил в отношении испытуемого, обследуемого, и, соответственно, формализует. Могут быть это там цифровые значения. То есть, конкретно ситуационные ассоциации. Мы их шифруем как единичку. Атрибутивная, норма, абстрактно-метафорические, высокие, абстрактно-метафорические уровни мышления. И, соответственно, четвертый, это у нас выхолощенный. Ну, кроме того, допускается шифровка, как не просто конкретно ситуационных, допустим, ассоциативного ряда какого-то испытуемого. А именно, там у нас еще нагляднообразный уровень, но это совсем там, да, имбецильность, идиотия, или какие-то очень тяжелые пика Альцгеймера, какие-то уже вот такие, ну, будем так говорить, совсем уже негативистичные результаты при каких-то органических нарушениях, как экзогенных, так и психогенных, возможно, такое. Ну, одним словом, здесь подсказочка есть. Качество ассоциативного процесса, конкретно ситуационные ассоциации КСА, циферка 1, да, мы их можем проставить, предположим, зашифровали должным образом. Один из четырех вариантов, ну, вот здесь они указаны, да, подсказка. Качество ассоциативного процесса, конкретно ситуационные ассоциации, это дебильность, да, то есть сниженный уровень интеллекта, атрибутивные ассоциации, это норма, абстрактно-метафорические, высокий уровень, и выхолощенные бессодержательные ассоциативные связи, баз. Ну, и, соответственно, мы их шифруем. Давайте я это сделаю, чтобы не было никаких вопросов, и недопониманий. Допустим, да, просто, к примеру, беру. Заполняем этот момент, то есть указываем те ассоциации, которые человек продуцировал на каждый из вот этих стимульных материалов, то есть на веселый праздник он нарисовал человека, копающего яму, конкретно ситуационный образ, или же, допустим, веселый праздник он мог нарисовать новогоднюю елку, это атрибут, ну, или, допустим, вот этот атрибут уже будет, да, то есть атрибутивные ассоциативные связи, и, соответственно, мог он нарисовать, ну, что придумать на веселый праздник, допустим, там, салют какой-нибудь, ну, это тоже как бы атрибут, но тут надо уже слушать объяснение больного, в протоколе специалист все это фиксирует, это может быть какая-то ассоциативная, высокого уровня, абстрактная метафорическая ассоциация. Одним словом, мы зашифровали, психолог берет листочек своего протокола, шифрует те ассоциативные результаты, которые он получил по человеку, а в дальнейшем он их расставляет, соответственно, давайте посчитаем, ну, сделаем для простоты так, значит, конкретно ситуационное, один, два, три, четыре, и вот здесь вот у меня, соответственно, появляется циферка четыре, если я смотрю, и у меня, сколько мне интересно, сколько у нас атрибутивных ассоциаций, то есть по циферкой два, раз, два, три, четыре, пять, и вуаля, программа автоматически подставляет расчет атрибутивных ассоциаций по пиктограммам. Далее, я смотрю, сколько у меня было абстрактно-метафорических ассоциаций по циферкой три, раз, два, три, четыре, вуаля, циферка четыре проставляется программой, то есть психологу только надо зашифровать, и автоматически он получает результаты по качеству мышления ассоциативной деятельности испытуемого, ну, и точно так же по бессодержателям, раз, четверочка, два, четверочка, где-то еще одна четверочка, а вот три, четверочка, и, соответственно, у нас выхолощенных бессодержательных, бессодержательных ассоциативных связей, их три штучки, и, соответственно, встречается это в большой психиатрии, это шизофрения, это маниакально-депрессивный психоз, одним словом, три выхолощенных, значит, ассоциации, и, соответственно, четко видно, какие из них доминируют, и, соответственно, процесс начался, мы уже видим, что если мы видим три выхолощенных ассоциации, встречающихся только и исключительно в 99% случаев только при двух заболеваниях, которые я уже упомянул, мы, соответственно, можем делать выводы и дальше направлять свои обследования по другим методикам, уточнять какие-то результаты, предположим, предоставляя испытуемому заигарник исключения предметов, классификацию, и мы смотрим его на предмет шизофрении. Одним словом, так вот это устроено. Далее, вы знаете, что методика пиктограммы нацелена не только на оценку мышления, мыслительной деятельности человека, но это для этой методики первичный, я сейчас раскрываю секрет большой-большой. Прежде всего, когда она проводится, эта методика, конечно, она акцентирует внимание испытуемого на памяти. То есть специалист говорит, давайте мы сейчас проверим вашу память, я предлагаю вам взять листочек, карандаш, вот эти слова, смотрите, написано веселый праздник, тяжелая работа, болезнь, счастье, развитие, вкусный ужин, и вам сейчас предстоит и необходимо нарисовать на каждое из этих слов и словосочетаний какой-либо рисунок, говорит специалист. Ни в коем случае нельзя использовать цифры, буквы, слова, можно только рисовать. Вот, собственно, это дословная инструкция по методике пиктограммы слово в слово. И испытуемый начинает рисовать, рисует 16 рисуночков. на веселый праздник, тяжелую работу, болезнь, счастье и так далее. Рисует и затем, через буквально после того, как он нарисовал, испытуемому предлагается отсроченно воспроизвести эти самые слова. То есть, убирается листочек с рисунками, проходит 30, 40, 50 минут, час и, соответственно, человеку предлагается отсроченно эти слова, словосочетания воспроизвести. Проводились эксперименты у нас и у нас в лаборатории и вообще в литературе они описаны, что человеку предлагалось воспроизвести эти самые словосочетания на следующий день или даже через 2-3 дня, что он помнит. То есть, отсроченное воспроизведение этих слов. И здесь это можно указать. Соответственно, отсроченно воспроизвел, пишет специалист, предположим, там 10 словосочетаний, что является крайне низким уровнем. Нормой опосредованного запоминания является 12 плюс минус 2 плюс минус 2 единицы воспроизведения отсроченно через час. Количество правильных воспроизведенных слов через, а отсроченно воспроизведено через, тут указывается время, прошу прощения, я ошибся, предположим, 60 минут, да, и, соответственно, указывается количество правильных воспроизведенных слов в словосочетании. Ну, предположим, все-таки это будет 10, да, правильно он воспроизвел через час. Это он хорошо очень характеризует память человека. Она двух видов существует, механическая опосредованная, других видов памяти не существует, кто бы что не писал, не надо тут разводить политессы говорить о чем-то сверхъестественном, что только не придумывают в интернете, в некоторых непрофессиональных изданиях, накрутят, накрутят какой-то вид памяти, не вид памяти, там, какие-то там, еще, 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 еще что-то. Значит, существует два вида памяти, механическая опосредованная, все, и точка. Далее идем. Уровень опосредованного запоминания выпадающие меню, соответственно, специалист очень быстро формирует высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. Но в данном случае мы получили десяточку, это будет, условно говоря, ниже среднего. В норме, я повторюсь, это должно быть при опосредованном запоминании, логикосмысловом, когда в процессе запоминания участвуют не только какие-то низшие функции, но и процессы ретенции, воспроизведения, фиксации результатов, причем присутствуют мыслительные процессы, задействованные, это сравнение, анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование. Вот когда эти процессы задействованы, память является логикосмысловой, но еще иногда ее называют, как я уже сказал, опосредованной. Через мышление, опосредованность, то есть через что-то, опосредованная память как раз прекрасно проявляется, проверяется вот этой самой методикой пиктограммы. Соответственно, специалист здесь может написать какое-то нужное ему примечание по процедуре, по результатам и так далее, краткое заключение составить по пиктограммам и бывает такое, что человек не может пройти пиктограмму, но нет у него рук, предположим, или пальцев на руках, или еще какие-то трудности. В таких случаях применяется методика опосредованного воспроизведения запоминания полионтиума. Вот здесь она указана. Здесь можно также записать какую-то информацию, написать, что как он там выполнял карточки, как он сколько их заполнил, допустим, отсроченно воспроизвел столько-то, ассоциации носили такой-то характер и так далее, и тому подобное. Опосредованное запоминание полионтиума. Кроме того, воспроизведение рассказов тоже как одна из методик, которая может быть применена при исследовании памяти, отсроченно ее можно использовать так же. А вспомните-ка вы мне, пожалуйста, говорит специалист, значит, расскажите те рассказы, которые, есть такая возможность, которые я вам предъявлял. И, соответственно, человек их вспоминает, пересказывает, что запомнил. Ну, как правило, это происходит с детьми. С детьми, опять же, да, и с пациентами со сниженным уровнем интеллекта. Им проще эту методику выполнить. память может страдать, может не страдать при олигофрении. Ну, в большинстве своем случае в снижении определенное наблюдается такое некое плато. Но это по собственному опыту и не входит в это видео, вот рассказ об этом и обо всем. Это должно быть отдельное видео. Одним словом можно применять методику воспроизведения рассказов как методику для оценки опосредованной памяти, логика смысловой. Ну, и соответственно можно сделать какой-то, ну, будем так говорить, промежуточно-глобальный вывод по особенностям памяти человека. Что-то специалист может буквально несколько слов дописать. Легко и просто формализовано и алгоритмизовано. Далее переходим к очень важному моменту. Здесь у нас идет фиксация мышления. Настолько этот процесс важен, нужен и сложен, что формализовать его по-другому как-то у нас не предстоялось какой-то возможности. Здесь перечислены опять же те методики основополагающие основные исключения предметов позыгарник, исключение лишнего слова, классификация предметов, существенные признаки, простые аналоги, сложные аналоги, сравнение понятий, ассоциативный эксперимент, 60 слов, противоположность, установление последовательности событий, методика Бингауза, соотношение пословиц, метафоры, фраз, объяснение сюжетных картин, клипец. Здесь нет ассоциативного эксперимента, но там действительно такая супер большая была бы характеристика, но тем не менее мы сюда не посчитали нужным его включить, потому что там действительно можно описывать и описывать очень много. И это в общем-то исключительно опыт, знания самого специалиста, который проводит ЭПИ. Одним словом, по каждой из методик можно сделать какую-то запись специалистам. Что-то записать. Способы выполнения методик, результаты, заключения, обычные текстовые поля. От этого никуда не избавиться. Невозможно практически формализовать или возможно, но очень сложно и будет не будет соответствовать основной цели и задачи азоспектр ускорения процесса составления ЭПИ. Можно, конечно, попробовать исключение предметов как-то формализовать, подобно тому, как это сделано в пиктограммах, но возможно это появится в следующих версиях, если это будет востребовано и мы увидим, прежде всего мы увидим, что это полезно и действительно облегчает составление заключения. Ну, а пока только вот запись такая, да, то есть характеристика результатов по методике исключения предметов специалист заносит какую-то информацию, пишет ее, ручками набивает и в определенном месте строго формализованном заключении это характеристика вывода, сколько он значит правильно выполнил, сколько неправильно, каковы были его особенности при выполнении этой методики, какие результаты конкретно ситуационные, атрибутивные, абстрактно, метафорические, выхолощенные, он получил по той или иной карточке из 19, да, все здесь это все дело прописывается формализовано. Далее идем, далее идем, значит, в конечном итоге мы можем сформировать особенности мышления испытуемого, написать какой-то промежуточный вывод по качеству его мыслительной деятельности. Ну вот, собственно, и все по блоку номер 3. Следующее видео, я думаю, будет, давайте посмотрим, продолжение, да, то есть, если у нас здесь идет качественные патопсихологические методики внимания, память, мышления, то далее будет, следующее видео будет посвящено опять же продолжению исследований по различным родом методикам. Но это будет уже следующее видео. Благодарю вас за внимание и удачи вам!